Мы продолжаем программу «Тема дня». Меня по-прежнему зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии ТОН-ТВ замечательный писатель, журналист, публицист, замглавного редактора газеты «Новости недели» Пётр Ликимсон. Петя, добрый день. Петя, наш разговор, извини, что я оттолкнулся от этой газеты, но вот именно она это сегодня опубликовала. Газета «Арец» сообщила нам радостное известие, что за последние два месяца как никогда много африканских нелегалов проникли через египетскую границу в нашу страну. Сообщается, что 101 африканский нелегал проник в августе и в сентябре. Это больше, чем за 13-14 годы вместе взятые. И еще немного статистики. В Йом-Кипур 23 сентября за один день к нам в страну проник 21 африканский мигрант. В основном это суданцы, а всего, начиная с 2015 года, их к нам пришло 142 человека. Это, опять же, гораздо больше, чем за 13-14 годы вместе взятые. Есть ли этому лично у тебя какое-то объяснение? Я версии тебе подкину сразу, Петя. Вот, может быть, проблемы с забором, электроника перестала работать. Нашли дырочку нелегалую или просто предательство? Нет, ну какое предательство? А вот мало ли. Нет, в принципе, все понятно, почему их столько проникнул в Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день поста, день, когда евреи отдыхают. Окей, но в 13-14 году этого не было. Минутку, минутку, минутку. Ну, соответственно, это самое. Соответственно, охрана была, граница была понижена, и они этим воспользовались. То есть, это было ожидаемо, то, что проникновение в Йом-Кипур, оно будет рекордным, понятно. И, видимо, они это знали, я думаю, что это тоже совершенно рассчитанный шаг. Вот, забор работает, и доказательством только что озвученные цифры, потому что это все равно в любом случае намного меньше, чем тот поток реглантов, который был у нас до 1900, до 2000, скажем, 8-го, до 2009-го года. Когда начали этот забор, этот поток пошел на спад, сейчас мы говорим, а сотни человек – это много. А когда тысяча переходило за месяц? Забыли уже? Нет, был-было, все было, так сказать. Поэтому забор работает, безусловно, со временем. Вы же понимаете, против лома нет приема, если нет другого лома. Всегда находится какой-то другой лом. Безусловно, со временем находятся какие-то дыры, как его преодолеть. Там тоже люди над этим думают в силах своих возможностей, и до чего-то додумываются, как его преодолевать и так далее. Самое главное, безусловно, перелезть через забор до подхода патруля Царал. И в чем суть забора? Они видят на экране, им сообщают, что вот произошло, что группа или несколько мигрантов пытаются перелезть забор, они должны успеть к этому месту их остановить и загнать обратно на территорию Египта. Если они не успели, если тот перелез через забор и ступил на израильскую землю, все, его уже нельзя выгнать по международным законам. Ему надо взять и доставить в этот лагерь к лот, ему надо дать одежду, ему надо обеспечить питанием и так далее, и так далее. Медицинское обслуживание, то есть вступают в силу международные законы, по которым мы связаны по рукам и ногам. Поэтому, так сказать, емкий пул, да, все понятно, тут никаких версий нет. Версий не может быть, это связано с самим характером этого дела. Я еще одна версия пить, я тебе подкину в топку твоего интеллекта, скажем так. 1 августа этого года была история, когда, вот как ты говоришь, патруль успел. Как раз в этот момент эти ребята из Африки перелезали через забор. Они открыли предупредительный огонь. Предупредительный, не в них, предупредительный в воздух. Ребята эти из Африки попадали с забора, расшиблись и так далее, получили всякие травмы нехорошие. Так вот, буквально перед самым емкий пур, армейское командование приняло решение, мудрое решение, что наши солдаты, стрелявшие в воздух, они превысили свои полномочия. Так может поэтому полезли? И будут дальше лезть? Естественно, они безусловно следят за тем, что происходит в Израиле, как ведут себя наши военнослужащие, как ведет себя Израиль в отношении к мигрантам, потому что, ведь что происходит? Они постоянно пишут письма родным, те мигранты, которые уже находятся на территории Израиля, они не только посылают деньги, естественно, они посылают письма, они общаются в интернете, между прочим, потому что все эти технологии работают во всем мире. Африка также охвачена интернетом, ну, может, в меньшей степени, конечно, чем, скажем, Америка, но охвачена. Вот, и приезжают, кстати, люди, ведь среди мигранты это наиболее продвинутая часть населения. Понимаете, чтобы человек просто снялся с места и проделал такой путь, он должен обладать определенным, ну, я знаю, запасом энергии, интеллекта и так далее. Не всякий, так сказать, человек, который живет в глубинке, и который смирился со своей участью того, что происходит, человека, живущего в Судане или в Эритрее, он двигается. Для этого нужен определенный, так сказать, я бы сказал, огонек в душе. Вот это люди с огоньком к нам приходят, кстати. Мне понравилось. Не, не, здесь нет. Как бы этот огонек только не подпалил нам что-нибудь. Это уже другой вопрос. Поэтому, как бы, противодействовать им надо. И тоже с умом, которого у нашего командования не всегда хватает. Вот, и поэтому мы можем говорить об этом, в общем-то, очень долго. Главное, сейчас же начать строить забор на Сирии, на границе с Иорданией, который тоже может стать, так сказать, очередным пунктом прохода про беженцев. Вот, и на границе с Иорданией, я не знаю, там стоит этот забор, и, в принципе, стоят наши солдаты. Там другая проблема в Сирии. В Сирии у нас там совершенно другая проблема. Вот и в Египте и Иордании, да, это беженцы. Я вам скажу, возможно, еще прорыв беженцев, кстати, в Израиле, он связан с тем, что Египет ослабил контроль за границей. У него сейчас куча своих проблем на Синае. Если раньше он охранял границу с Израилем, так сказать, по договоренности с нами, естественно, достаточно строго, то сейчас ему не до них. Ну, переходят бедуи на границу с наркотиками. Ну, пусть идут, это не террористы. Там мигранты, это не террористы. У них свои проблемы на Синае, там идет война. И эта война, безусловно, оттягивает силы египетской погранслужбы. Петь, допустим, в отличие от меня, ты, я знаю, очень много писал о нашей армии, об израильской армии, тебе эта тема близка. Вот просто вопрос навскидку, я не знаю, существует ли система наказаний в нашей армии за то, что они прозевали, проспали вот этих самых нелегалов? Ну, во-первых, я не армейский обозреватель. Да, но тем не менее ты писал. Я слежу за нашей армией постольку, поскольку я занимаюсь вообще всем кругом политических и социальных вопросов, связанных с Израилем, в меньшей степени военных. Но, безусловно, в этом случае будем, скажем так, разбираться, почему они прошли. Будут сделаны какие-то выводы. Какие выводы, мы не знаю, возможно, так сказать, будут обязательно создать. Принцип действия армии в этом случае прост. Создается комиссия. Комиссия – это очень громкое слово. Ну, скажем, комиссия в составе командира полка, завестителя начальника его штаба и еще комбата. Вот эти трое сидят и разбираются. Я думаю, в данном случае даже будет комиссия более высокого уровня, на уровне округа. Почему они прошли, каким образом, кто виноват. Если виноват, он ответит. Если будет просто выяснится, что есть серьезный прокол, так сказать, в системе, то его постараются заделать. Но я всегда говорил, что ни одна система не может высуществовать долго. То же самое с железным куполом. Рано или поздно Хамас найдет на него противодействие и уже находит этот залповый огонь. Понятно, что когда идет залп, ракетция одновременной системы не может перехватывать, она теряется. Вот. И так далее, и так далее. То есть, безусловно, только забора мало. Это всегда говорили в наших министерствах, в Министерстве внутренних дел, в Министерстве юстиции. Нужны юридические механизмы, которые позволят сделать просто проникновение в Израиль невыгодным. Ну вот ты очень хорошую тему поднял, юридические аспекты всего этого безобразия. Но ведь, опять же, правильно ты заметил, что наверняка пишут письма, сообщают, что чего и как. И в том числе, наверняка сообщили братьям своим в Африке, те, кто живет у нас, что богатство у нас есть добренький, который недавно принял решение, согласно которому не год и восемь месяцев можно сидеть в холоде, а только год. А после этого тебя выпускают на все четыре стороны. То, что они об этом написали, то, что об этом, во всяком случае, так сказать, информация была должна иметь в местной прессе. И то, что они следили за этими по английской прессе и так далее, это однозначно. В этом нет никаких сомнений. И это решение богатства, оно означало, я бы не сказал, что это зеленый свет, на проникновение визае, но безусловно желтый. Красный как бы сменился. То есть богатство показало, что в принципе проблема как бы существует, мы не готовы смириться с тем, что против беженцев, так сказать, или нарушают права человека в том виде, как богатство их понимает. В то же время лагерь Хулот, на самом деле, он создан, он же придуман не в Израиле. Это британская система борьбы с мигрантами. И доказывает британская юридическая система... В 46-м году и после войны это использовалось. Все внедряется в Британии. Британская юридическая система, ее не так просто перепрыгну. Все уже доказано, что это не нарушение прав человека. Это доказано в Великобритании. Что пребывание в лагере, где тебя три раза в день кормят, где у тебя кондиционированный номер, где тебе предоставить медицинское обслуживание, если у тебя оно есть. Здесь отдают карманные деньги, и ты, в принципе, можешь в нем выехать куда-то. Дать их бесплатно. Но единственное, чего ты не можешь, это работать. То есть найти постоянную работу при таких условиях, когда ты два раза в день должен, один раз посреди дня должен отмечаться, это уже невозможно, действительно. То есть тебя лишают права на работу. Но кто сказал, что эти мигранты должны обладать правом на работу? Если они обладают правом на работу, то они уже, так сказать, точно не беженцы. Они действительно, ну, на 95% не беженцы. А трудовые мигранты, они приезжают в Израиль в качестве работы. И, соответственно, своим родственникам они пишут, можно ли здесь устроиться на работу и заработать хотя бы 4 тысячи человек в месяц, что для них очень большие деньги. Потому что, если они зарабатывают 4-5 тысячи шекелей в месяц, они потом могут за год отправить семье деньги достаточно на постройку нового дома. При этом, живя, естественно, в условиях жутких, по большому счету, когда они собираются в квартирах от 5 до 12 человек. Давай не будем их жалеть. Не знаю, безусловно, они заслуживают жалости. То есть, их судьба, ну, в то же время те жители Тель-Авива, жители южных районов Тель-Авива... Вот их надо жалеть. Нет, вот их жалко, но они же ни при чем. Они же не виноваты в том, что там в Судане идет гражданская война. Хотя это непонятно, говорят, что существует. Ну, а мы в какой-то степени, можно говорить, косвенно виноваты в том, что у нас такой КНЕС, который не в состоянии принять нужные законы. Нет, КНЕС принимает законы. КНЕС принимает законы, но он не может перепрыгнуть богатства. Он не может перепрыгнуть богатства. Это большая проблема, проблема судебного активизма, о которой можно опять-таки говорить часами, к сожалению. В заключении еще один вопрос. Вот я начал рассказ об этой истории с пересечением границы. В Йом-Кипур наибольшее число нелегалов пересекли границу. В этот прошедший Йом-Кипур у нас произошло еще одно ЧП, я не знаю, если это можно назвать ЧП. Двое солдат бригады Гевати, это спецподразделение Гевати, отказались выполнять все требования командира, попить воды, потому что они религиозные, они держали пост. Их после этого наказали, этих солдат, лишили отпуска. Вот скажи, пожалуйста, они пострадали за веру или они пострадали за то, что ослушались приказа командира? И в Йом-Кипур, кстати, скажи, пожалуйста, боеготовность армии должна быть хуже, чем в любой другой день. Я скажу, они пострадали не за веру, и не за то, что ослушались приказы командира, они пострадали за то, что до Йом-Кипура они позвонили армейскому раввину, не спросили, как им поступать в Йом-Кипур. А раввин армейский может взять телефон в Йом-Кипур? Нет, имеется в виду перед Йом-Кипуром. Позвоните, есть прямая телефонная линия, которая работает постоянно, там не один раввин, а там несколько раввинов сидят на этой линии в армии, которые отвечают на вопросы, которые возникают у военнослужащих, связанные с исполнением религиозных заповедей и совмещением их с обязанностями военной службы. И вот то, что сказал бы им раввин, это было бы обязательно к исполнению. Я думаю, что раввин бы позвонил в этом случае к начальнику их части, хотя не думаю. Дело в том, что то, что произошло, это, безусловно, проявление, на мой взгляд, светского заселения нашей армии, что и не позволяет организовать массовые призывы ортодоксов, потому что они говорят моментально об этих случаях. Религиозного солдата могут потащить насилие на лекцию христианских миссионеров, хотя туда не должны тащить насилие на мой взгляд и светских еврейских солдат. Религиозного солдата могут заставить слушать пение на концерте, на которое непонятно, почему вообще солдаты... Концерт это дело добровольное, в общем-то. Почему женское пение, так сказать, религиозному человеку... Это армия, это не институт богородных девиц, и не Ишива. Концерт это дело добровольное. И если концерт это дело добровольное, это не учение, это не занятие по строевой подготовке и так далее. Это концерт. Если человек скажет, что я не хочу идти на этот концерт, наверное, его командир может сказать, не идти, но он-то говорит ему, нет, ты будешь сидеть и слушать именно потому, что он знает, что ему слушать нельзя. Любой светский, если бы светский солдат сказал, можно я уйду, мне не нравится вот эта музыка. Ну, это стиль музыки, скажем. Он бы сказал, да идти ты, вот, и может быть даже послал очень-очень далеко, но во всяком случае послал бы. В данном случае это дело принципиальное. Возможно, тут тоже было принципиально, я не знаю. Насчет Ём-Кипура. Дело в том, что Ём-Кипура на самом деле, это безусловно день, строжайший день поста. Да, конечно. Однозначно. Но еврейская традиция четко говорит, что в тех случаях, когда есть опасность для человеческой жизни, когда есть необходимость, этот пост можно либо очень сильно смягчить, либо даже отменить. Есть несколько историй, связанные с Ём-Кипуром. Известно, что основатель Хасидинова Большем Тов лично разжег костер Ём-Кипур и сварил куриный суп для роженицы, потому что роженица, женщина, которая родила, ей надо подкрепиться, ей надо дать куриный суп, чтобы восстановить силы. Есть знаменитая история с доктором Геремьяф, основателем больницы в Хадере. Когда в Хадере сверебствовал малярия, он пришел к городскому Равину и сказал, что на этот Ём-Кипур с моей точки зрения, с точки зрения врача, нельзя поститься. И Равин объявил синагогу, что никто в этот Ём-Кипур не постится в Хадере. И когда, значит, после утренней молитвы, больше того, он верил поставить, значит, столы на улице, чтобы люди ели специально, а сам не вышел. Это знаменитая история, очень красивая. Сам не вышел, сам остался сидеть в синагоге. И люди поняли, что Равин продолжает поститься, и никто не притрагировался к еде. И тогда Геремьяф зашел в синагогу и сказал, кода Рав, то есть уважаемый Равин, люди говорят, что вы сказали для них, а не для себя, то есть вы хотите соблюсти запрет. И только тогда он вышел из синагоги, первым сел за стол, и первым стал есть. То есть нарушить Ём-Кипур, это не нарушение, а именно при случае необходимости можно. И, возможно, если бы эти солдаты позвонили, так сказать, Равину, возможно, он бы нашел выход из этого положения. То есть они поплатили за то, что они положились, что они будут соблюдать посты, и никто этого не заметит. Но есть приказ в армии, и он связан, возник не просто так, он возник с тем, что после нескольких случаев смерти от обезвоживания. И поэтому каждый солдат должен выпить раз в три часа, по-моему, полтора литра воды. Они делают это мастерски. Я поражался тому, как мой сын умеет выпивать бутылку воды за минуту. То есть я не знаю, можно ли назвать это питьем, но вот так они пьют, потому что приказано. И поэтому, так сказать, это один из тех конфликтов, которые, к сожалению, не раз уже возникал в израильской армии, не раз будет возникать, и их надо разрешить, надо найти способ их разрешить, потому что иначе ортодоксы в массовом порядке, хотя вот сейчас уже создан первый батальон ортодоксовый, и он считается одним из лучших армий, в массовом порядке они не пойдут в дивизии, ортодоксальных у нас не будет. А вот если они будут разрешены, эти проблемы, то появится ортодоксальной дивизии. Спасибо, Пётр Люкемсон, это было действительно мнение замечательного журналиста Петра Люкемсона. Спасибо, что были с нами, а мы продолжаем тему дня.